Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я вас всех приветствую. Также приветствую своих девочек, моих красотулечек. Итак, народ постоянно требует хлеба и зрелищ. Конечно, что сейчас, чем еще заниматься на карантине? Только развлекать. Итак, девочки, сейчас будет очень интересная тема, она будет называться так. И как же мне его забыть? Потому что мне постоянно кто-то пишет каждый раз по одном видео в комментариях. Яночка, ну как мне его забыть? И все лайкают, лайкают. Я так полагаю, что все хотят забыть, но никак не могут. Ну что ж, давайте будем смотреть, как вам забыть партнера, с которым у вас ничего не получилось. И он постоянно у вас в памяти, и вы на него постоянно смотрите, и ничего сделать не можете. Давайте посмотрим. Руки, ноги не скрещивайте. Здесь позиция одна. Поэтому, если вам с самого начала все будет резонировать, значит смотрите до конца этот расклад. Если вы чувствуете, что он не ваш, ну не смотрите. Переходите на второй мой канал, называется Яна Гюрер, варианты судьбы. Там все по вариантам. Выбирайте сами и слушайте. Итак, девочки, я сейчас буду смотреть только вас. Вопросы буду задавать я через вас, чтобы вы сами себя тоже пытались понять. Ну или увидели себя, свою ситуацию. Может быть вам так будет удобно. Итак, вы на данный момент, кем вы являетесь, девочки? Что у вас в жизни сейчас, на данный момент происходит? Еще, еще, отлично, еще, да, супер. Вот смотрите, вы идете сейчас по энергетике, когда ама кубковая. То есть, вы сейчас или пьете, хочется сказать, выпиваете, но может быть тоже, почему? Позволить себе можно на карантинчике, да? За роль все равно не садиться. Налить себе немножко красненького или 50 грамм водочки под хорошую селедочку. Ладно. Вы сейчас в такой энергии находитесь, знаете, когда вам так хочется любви. Если у вас очень давно не было секса, это тоже подходит. Потому что секса тоже хочется, понимаете? Много эмоций, много чувственности, много такой женской, индийской, яркой энергии. Если вы еще, к тому же, и водный знак зодиака, это рыборак скорпиона, например, да? Это вообще 100% право. Ну, или же вы обладаете такой же характеризм. Может, у вас асцендент в этом знаке, да? Или вас постоянно вот тянет на эмоции, на фильмы такие сентиментальные, где люди любят друг друга. И вам прям так это все по душе, прям, понимаете, вы это чувствуете. Вот вы на данный момент являетесь таким человеком, такой женщиной. Вам очень хочется перемен. И перемены на самом деле уже происходят в вашей жизни. Кто-то из вас замужем сейчас, и вы смотрите просто на своего бывшего супруга. Кто-то смотрит сейчас на своего просто мужа или на мужчину, с которым вы хотите расстаться. Но он сейчас на данный момент идет как пентаклеевый. То есть мужчина сейчас зарабатывает деньги. У кого-то, да, зарабатывает деньги. На карантине, да. Я не знаю, там, если он парикмахером, да он дома уже постригает всех, клиентов зазывает. Так же здесь еще может быть, если ваш супруг, он земного знака зодиак, это козерог, телец, диван. Мужчина, который твердо стоит на ногах. У него есть бизнес, дом, работа, дача, квартира, машина. Мужчина, который... Он материалист. Он меркантильный материалист. Да, да. Он любит деньги. Даже если он вообще не работает, это хороший альфонс, я вам скажу, девочки. И здесь потрясающий альфонс. Потому что мало того, что он красавчик, во-вторых, он так любит деньги. Он очень любит деньги. Здесь также мужчина может быть и любитель природы, хозяйства, дача. Если у него дача есть, он сейчас, скорее всего, на этой даче. Вот поэтому мужчине вы постоянно скучаете. Да, он жадный. Крохобор. В прямом смысле этого слова. Покушать любит. Очень даже хорошо любит покушать. Мало того, что он еще и готовит очень вкусно. Особенно, знаете, вот эти грили, мангалы, все на улице, газоны. Там вот все в этом, у него всегда все варится. Здесь также мужчина может быть приземистого роста. Такой, знаете, маленький. Ну, как сказать, как штангистый, да? Маленький, накачанный такой, лысенький. Тоже может быть. Что еще хотел сказать? Мужчина очень такой твердолубый. Твердолубый. Больший такой, знаете, приверженец того, что нужно стоять на своем. Он сто раз отмерит, один раз отрежет. Понимаете? Вот он так. Но если он что-то принял, какое-то решение конкретное, он от этого не отойдет. Он пойдет прямо до последнего, до конца, до победного. Здесь такой человек. Он не любит болтать. Здесь мужчина не любит заниматься болтологией. Он любит такой, знаете, серьезный. Серьезный ум, лицо, выражение. Я подумаю. Хорошо. Я дам ответ к вечеру. То есть здесь вот такой вот мужчина может быть. Он может быть работать в сфере деятельности там, где бизнес, рестораны, кухни, еда, магазины. Может работать в банке. Ну, это тоже не обязательно, но как бы так. Вот по этому мужчине вы переживаете. Скорее всего, у вас по тройке мечей разбито сердце из-за этого человека. Ну, я уже не знаю, по какой причине. Может быть, измена. Может быть, разочарование в этом человеке. Может быть, он вас очень сильно обидел, разбил вам сердцем. Но здесь много всяких причин. Итак, давайте посмотрим, да. Основная тема у нас. Так, и как этого человека забыть? Давайте смотрим, девочки, как вам этого человека забыть? Ой. Как вам его забыть? Мне аж прям тяжело. Мне аж прям тяжело, потому что это вам тоже тяжело сейчас. А вам знаете, почему тяжело? Потому что вы его любите всеми своими фибрами души. Это все равно, знаете, что ты любишь очень вкусно мороженое. И тебе говорят, ты должна отказаться. И думаешь, боже мой, как мне отказаться от мороженого? Как? Я же так люблю. Я вот здесь то же самое. Ну, вот мороженое-то я утрированно сказала. От чего-то другого, например, то же самое, да? Как я могу от этого отказаться? Я же без этого жить не могу. Вот здесь девочки то же самое говорят. Потому что вы уже знаете, как хотите его. Боже мой, мне уже не важно. Он богатый, небогатый. Пусть только вернется ко мне. Пусть он только выберет меня. Ну, почему он не понимает? Я уже готова взять его любым. Мне уже не плевать уже там, сколько ему лет. Где он в Кукуево там в деревне живет. Мне уже все равно. Я просто хочу быть с ним. Неужели он не понимает? У меня здесь трагикомедия уже, девочки, разворачивается через ваши карты. Потому что это ваша душа говорит. Это говорит ваша душа. Я уже готова на все. Пусть только он вернется ко мне. Боже мой. Еще смотрим. Потому что я его люблю. Я без него не могу. Неужели он не понимает? Здесь даже если из вас кто-то находится на расстоянии. Девочки, кто из вас находится на расстоянии? Вы уже сами тоже готовы приехать. Лишь бы он как бы вам есть и скажет. Ну, как бы приезжай. Вы уже сами готовы ехать к нему, да? Лишь бы быть с ним. Потому что вы его любите. А знаете, как в песне. Не отрекаются любя. Вот не отрекаются любя. Вот мне тоже хочется вам прям конкретно сказать. Вы хотите отречься любя? Получится ли это? Вот я в жизни сколько? У меня уже 44. Я никогда такое в жизни не видела. Когда люди любят, отрекались. Получается, никогда никого не получается. Люди расходятся конкретно и холодеют друг друга. Когда уже нету никакой любви. А пока вы любите, вы будете с ним. Вы будете энергетически мыслями за него постоянно держаться. Ну, вот как есть, так есть. Еще. Так. Как вам его забыть? Ой. Вы же никого к себе еще не подпускаете. Господи. Вы же никого не подпускаете. И его не подпускаете, гордые. Как же я должна его подпустить? Он меня обидел. И еще и других вы не подпускаете. Вы же другим мужчинам тоже нравитесь. А потому что вы на других смотрите, как на идиотов уже тоже, знаете. Ну, а как теперь эта палка двух концов? Как теперь быть? Я не знаю, как теперь быть. Как вам его, да? Как вам его забыть? Император. Ой, Господи, дай мне терпение, дай мне сил. Девочки. Как можно забыть императора? Вот мужчину, я не знаю, настоящий он император или не настоящий. Это еще тоже большой вопрос. Но как его забыть? Очень сложно сделать. Вы думаете, у нас каждый второй император? У нас каждый второй идиот. Императоры это редкостные мужчины. Я не знаю, по какой причине опять же вы с ним расстались. Может быть, он был хороший, идеальный. Просто мужчина с большой буквы, император. Но просто он паразит вам изменил. И все. И вы ему все. Я простить измены не могу. Не могу. Это выше меня. И женщина говорит до свидания. И причем всем этом она сама страдает тута. Переживает она тута. Никому себя не дает. Ждет вот этого вот опять принца, который у нее был. Этого главного императора. Понимаете, вы как себе противоречите. Ну вот вы его послали мужчину. Да, он вам изменил. Вы его послали. Все. Послали, значит, надо поставить точку и идти себе другого мужика искать. Так нет же. Как же. Мы же любим. А кровь себе портим. Кровь мужику портим. Как-то так получается здесь. И тема, как мне его забыть, это просто вообще как-то неуместно. Это себя надо, значит, начинать. Как его забыть. Себя надо начинать. Я всегда считаю так. Если мужик тебе конкретно не нужен, и ты прекрасно понимаешь, что ты вот его измену уже просить не сможешь. И назад вернуть ты его уже тоже не сможешь, потому что у тебя уже там все перегорело. Значит, надо быть честной к самой себе. Сказать, милый, все, до свидания. Я тебя просить никогда не смогу. Ну уж извини, я такая. Давай, до свидания. И идти себе другого мужика искать нормального уже, я не знаю. Хотя все мужики изменяют, чтобы вы понимали. Но если вы ищете, чтобы который вообще никогда изменял, значит, искать надо. Понимаете, с днем, с огнем. Они все изменяют. Ну это так свойственно мужчинам. Никуда ты от этого не денешься. Они все и изменяют поголовно. Если не сейчас, то он завтра тебе изменит. Если он завтра тебе не изменил, то он через какое-то время тебе изменит. Просто одни мужики есть, которые не могут это скрывать. Они это изменяют так глупо и неловко, что попадаются. А есть мужики, которые изменяют, хрем поймаешь. Даже когда за ногу уже ты поймаешь, и он скажет, милый, это не я. Вы понимаете, разные мужчины есть. Поэтому здесь женщина, вопрос, да, на тему, как мне забыть. Я не знаю, как вам забыть. У вас не получится забыть. Вам нужно начать, значит, в себе, в себе себя понять. Что я хочу? Вот что я хочу? Я хочу его вернуть, потому что я без него жить не могу. Значит, ты прощаешь ему измену вот эту вот. Прощаешь ему изменю. Все. И ты его опять к себе возвращаешь, потому что это выше тебя. Твои чувства к нему выше его измен. Все, возвращаем, значит, его назад. Ну, а как же, по-другому еще. Хорошо, продолжаем. Сейчас до кондиции доведу. Вас, расклад и себя. И тогда уже будем закругляться. Итак. Кстати, я бы и про женщин тоже так же бы сказала. Знаете, в моей практике сколько было женщин, которые изменяли своим мужьям, и мужья никогда об этом не узнают. Никогда. Ну, может, потому что мужчина тоже занят, он зарабатывает деньги, он, может, где-то чувствует, что жена изменяет. Ну, как-то она это закрывает глаза, и все, и ему нормально. А женщина тоже изменяет. И здесь мужчина такой же где-то. Вы понимаете, это надо просто знать психологию. Тем более, если ты будешь, хочешь быть с партнером постоянно, ты хочешь быть вместе, как одна семья, тебе придется намного закрывать глаза. Вы покажите мне семейные пары, которые по 60, по 50, я не знаю, по 70, чуть ли там лет не живут вместе. У них все идеально, они друг друга любят. И там, да, они через огонь и воды медные трубы прошли. Они что, через что только они там не прошли, они все равно вместе. Но потому что есть что-то такое, что их привязывает очень сильно. Это сильные чувства, это высокая духовная любовь. И вот эта мелочь, какие-то измен для них, это пшик, понимаете? Поэтому люди вот вместе до старости лет доживают. А те, кто по молодости там, все, ты мне изменил, давай, до свидания. Там пожили год-два и развелись. Ну, это что это? Это значит никаких чувств нет, и здесь больше собственной ГАИ, собственной Я выходит на первый план. Ладно, все, я не хочу читать морали. Я вас смотрю только по картам. Итак, как вам его забыть? Что вам еще нужно сделать? Ну, у вас будет сильная привязка, видите, карта дьявола. Здесь сексуальная привязка к этому человеку у вас очень сильно. У вас зависимость прямо от него, он как наркотик ваш. Вы без него все равно жить не можете. И не сможете. Потому что здесь вообще прям такое, не могу, не могу. Вот здесь от карт идет женская сильная боль. Не могу, хочу, люблю, мне плохо. Вернись, милый, вернись. Здесь вот это вот идет. Еще. Как вам его забыть? Как забыть? Станьте фемидой. Вот то, что я вам сейчас и говорила. Вот то, что я вам и говорила. А здесь надо просто логически понять для себя. На одну чашу поставить свою любовь, свои чувства. На другую поставить все остальное. И что перевешивает у вас? Вот что перевешивает, то будьте фемидой, будьте справедливы. Будьте честны к самой себе. Себе не врите хотя бы, хорошо? Себе не надо врать. Поэтому четко выбирайте. Я не могу его забыть, потому что я его люблю. Я осознала, что мои чувства выше над тем, что он там сделал, как меня унизил, там еще что-то, еще что-то. Это надо понять. И все, и вернуть его, наверное, так. А как еще? Или же, я не знаю, найти в себе силы, подавить в себе вот эту вот нужду постоянно тянуться к нему, что он просто для вас как ангел уже. Для себя надо понять, что я себя больше люблю. Он сегодня мне изменил. Он изменит мне еще в следующий раз. Этот раз я переживаю так сильно. А в следующий раз я буду как переживать? С реанимацией в 0.3 меня вести уже будут? Или как я буду еще? Вы понимаете, вы должны дальше отдавать себе отчет, как вы будете все это переносить. А если вы, например, скажете, да если он мне еще в следующий раз изменит, да плевать мне, Господи, я пойду тоже изменю. Он тоже не узнает. Вы понимаете, вы должны просто для себя как бы понять, что вас в будущем еще ожидает, если вы сейчас готовы его просить, что будет дальше. Потому что здесь нету какого-либо одного совета для вас, как вам поступить. Здесь все индивидуально, и каждый для себя должен понять, на что он готов закрыть глаза в отношениях, а на что нет. Все просто. Так, ладно. Как вам забыть этого человека? Да, будьте гибкой. Будьте фемидой и будьте гибкой. А гибкой это, знаете, идти и в его положение, в свое положение, и в общем понять, что происходит. И где, если нужно закрыть глаза, где нужно, там, я не знаю, как-то сказать ему. Понимаете здесь как нужно? Здесь не твердолюбость, а твердолюбость твоя нужна конкретика. Вот так, вот так, вот так и вот так. Все. Нет. А здесь нужно, как бы, знаете, играючи, прогибаясь, искать баланс, искать золотую середину, идти на компромисс, быть дипломатом с этим человеком, да? И для себя, и в своей душе, и в самой себе разобраться, и в нем разобраться, что я хочу. Я хочу все-таки быть с ним, все-таки чувства преобладают. Хорошо, тогда намного я готова закрыть глаза, потому что я его люблю. Я без него не могу. У меня плюсов на него больше, чем минусов. Поэтому мне это мужчина мне нужен. Так. Совет вам от карт. Что вам высшая сила скажет? Не я, а высшая сила. Итак, что вам сила скажет? Как вам его забыть? Что вам посоветует высшая сила? Еще. Видите-ка, тоже король пентакливый. Еще. Любовь. А вот смотрите, что вам сила говорит. Вам не нужно от этого человека уходить, потому что это ваша любовь. Вы это внутри, в душе, прекрасно понимаете без меня. Просто я же говорю, не отликать, не отликать, от, от, от. Ой, боже мой, меня заело прям с насловием. Откликать. Не. Короче. Если ты человека любишь, ты будешь с ним до самого конца. И здесь то же самое. Ваша любовь к нему, ваша ревность, ваш собственный характер, ваше проявление вот этой вот, знаете, в этих отношениях вот какой-то некой тяжести для себя и для него. Но вам нужно, да, все-таки найти компромисс с этим человеком, понять его, его сущность, да, вот что же он тоже хочет в этих отношениях. Если вы с ним поругались из-за измены, то поговорите с ним, почему он вам изменил, по какой причине он вам изменил. Понимаете, хуже всего, когда мужчина не физически изменяет, а когда он душевно тебе изменяет. Физически это ерунда. А вот когда он уже душевно для себя, он конкретно тебе изменяет, он понимает, что он осознает, что он тебе изменяет, он с чувствами тебе изменяет. Вот это намного хуже. Поэтому вам нужно понять, что послужило тому, что вы ему простить не можете, почему вы его отпустить не можете, забыть его не можете. Вот здесь нужно это понять. Понимаете, вот это надо понять. Сам по себе мужчина неплохой, вам это карты говорят. И он вам шел, как семья, ваша семья. Поэтому, если все-таки вы с этим человеком расстались через ЗАГС, ну, то есть развод, то это, конечно, вы погорячились. Не надо было. Если вы сейчас являетесь его супругой, то я бы сказала, что карты вам советуют, как бы тяжело не были эти отношения, идите на компромисс. Не надо разводиться, не надо. Легко уйти, но трудно потом что-то для себя подходящее найти. Поэтому, если вам этот человек чем-то подходит, вы его любите, тем более, да? Ну, не надо расходиться. Не отрекаются любя. Вот, меня уже опять переклинило. Все, надо закругляться уже, надо закругляться. Девочки, вот такой был расклад. Вот такой был сумасшедший, наверное, какой-то расклад. Поток у него вообще дикий. Дикий. Женщина любит и страдает. Конечно. Мужчина неплохой. Неплохой. Найдите причину, самое главное. По какой причине вы не можете его простить? По какой причине вы его отдалили от себя? И если вы все-таки найдете силы жить без него, значит, живите без него. Но здесь я вижу, что вам очень тяжело это сделать. Поэтому идите на компромисс. Постарайтесь его понять. И прийти к чему-то одному, да? К целому. Если есть любовь, значит, все можно решить. Все можно понять, простить, да? Девочки, я вас всех люблю. Я вас всех обожаю. Будьте счастливы. Пусть у вас в личной жизни все будет хорошо. Любимые мужчины, хорошая семья, красивые дети. И будьте счастливы. Ой, Господи, что еще надо? Женщинам в жизни так мало надо, да? Поэтому пусть у вас будет все хорошо. Я вас всех люблю. Я вас всех обожаю. И до скорых встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.